С вами канал Учебник Слух. Литература 5 класс. Антон Павлович Чехов. Годы жизни 1860-1904. Антон Павлович Чехов родился в солнечном южном городе Таганроге, известном в то время лишь тем, что там в 1825 году скончался российский император Александр I. О своем детстве Чехов написал очень мало. Об этом периоде жизни писателя мы можем узнать из воспоминаний его родных и современников. Вот что рассказывает родной брат Антона Александр. Антоша, ученик первого класса Таганрогской гимназии, недавно пообедал и только что уселся за приготовление уроков к завтрашнему дню. Придется просидеть за работой часа три. Зимний короткий день уже подходит к концу, на дворе почти темно и перед Антошей мигает сальная свечка, с которой приходится то и дело снимать щипцами нагар. Антоша обмакнул перо в чернильницу и приготовился писать перевод. Отворяется дверь и в комнату входит отец Антоши, Павел Егорович, в шубе и в глубоких кожаных калошах. Руки его серо-синие от холода. Того, говорит Павел Егорович, я сейчас уйду по делу, а ты, Антоша, ступай в лавку и смотри там хорошенько. У мальчика навертываются на глаза слезы и он начинает усиленно мигать веками. В лавке холодно, возражает он, а я и так озяб, пока шел из гимназии. Ничего, оденься хорошенько и не будет холодно. На завтра уроков много. Уроки выучишь в лавке. Ступай, да смотри там хорошенько. Скорее, не копайся. Мальчик, не переставая плакать, заходит за прилавок, взбирается с ногами на ящик из-под казанского мыла, обращенный в сиденье перед конторкой и с досадою тычет безо всякой надобности пером в чернильницу. Кончик пера натыкается на лед. Чернила замерзли. В лавке так же холодно, как и на улице. И на этом холоде Антоше придется просидеть по крайней мере часа три. Антон Павлович прошел из-под палки эту беспощадную подневольную школу целиком и вспоминал о ней с горечью всю жизнь. Ребенком он был несчастный человек. В его произведениях внимательному читателю бросается в глаза одна не особо заметная с первого взгляда черта. Все выведенные им дети – существа страждущие или же угнетенные и подневольные. Большинство чеховских детей нарисовано автором так, что читателю, познакомившемуся с ними, невольно делается как-то жалих и грустно. Антон Павлович только издали видел счастливых детей, но сам никогда не переживал счастливого, беззаботного и жизнерадостного детства, о котором было бы приятно вспоминать, пересматривая прошлое. В этом разделе вы познакомитесь с рассказом Антона Павловича Чехова, не предназначенным специально для детского чтения, хотя главным его героем является мальчик, двух с небольшим лет, впервые вышедший из родного дома. Чехов строит свой рассказ так, что мы видим мир и глазами маленького Гриши, и глазами взрослого человека, повествователя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok